Палатки сносят. Когда это делают на Тверском, это для машин хорошо. Так Новый Меркл. А я живу не на Тверском, я живу в Очаково-Матвеевском. И вот там тоже в центре я живу. За сигаретами пошел и ЛМ курил. Спустился, смотрю, вау, палатки нет. Думаю, в торговый центр пойду. Причем там ребята стояли из соседнего подъезда. Не хотел подходить, я им денег тоже 50 рублей. Процент не пошел. Они говорят, иди сюда, слушай, сейчас, говорит, Гарик не приехал, и билет есть на кино 3D. Не хотели идти, но они сказали, что там приглашенные артисты будут. И наш парень вдруг наш знакомый армянин и снимается. Зашел, сел, и я, верят, сижу, как папа, кожаная куртка, кепка, или шапик. Ну и тапочках. Ну как кафер деда спустился, ну нормально, ноябрь, Москва, циклона. Очки-то оливак, очки, вот такие очки, вот. Как Рудик из Ирвана привозили, Ирвана. Кино начался, смотрю, смотрю, этого парня нашего я сразу узнал, потому что он все, этот фильм, вот как куш, вот так крутился, 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 и имя у него, тоже, в нашем армянском, «Давид звал». Этот Давид весь на нервах вышел и говорит, «Ми, говорит, армянник, говорит, здесь минищик». И такой банкет закатил, «Ах, на столе икра, все, хотя фури, там толма, лаваш армянский». 200 человек из Ирвана приехали, «Тов». Конечно, врачи здесь, прокурор здесь, министр тоже здесь. Сколько он денег за это заплатил, я не знаю, потому что налички вообще мне осталось ни копейки. И вот жена, когда пришел, роза мель, красивый такой, блантинка, все, фигура, шуба, шуба, какая шуба, я в первой серии в вальках, только на шубу смотреть, да, а денег нет. И она говорит, «Здравствуйте, Дэвид говорит, мало-много денег, дай». А у него нет денег. И тут наш Миша пришел, пачка денег достал, говорит, у меня денег мало, у тебя тоже мало, возьми, купи себе что-нибудь. Тут говорит, около фунта. Конечно, неудобно, некрасиво конец фильма рассказывать, но, не отдал, тоже, не отдал. Вот. А потом, пошел на стоянку, у него хорошая машина, Mercedes марки BMW, и в этот момент пришел Ариэль, тоже красивая девушка, а, не, не Ариэль, имя такое же, как стиранный парашют, а Тайт. О, пришел этот Тайт и говорит, «Ариэль, как поживаешь? Ты, меня не помнишь?» «Дэвид, не помнишь?» «Не, не помнишь?» Он говорит, «Слушай, ты 18 лет, говорит, прошло, а Америку не, я вчера, что ел, не помню, 18 лет, откуда помнишь?» Она говорит, «Хорошо, тогда я тебе, говорит, сейчас один умный скажу, только ты, говорит, не обижайся, у нас, говорит, есть точка, молишь, и говорит, отец этого ребенка, ты!» Я потом видел ребенка, эту точку, пацанка, неврастеничка, я все время плохо, плохо, я сначала не понял, они все время говорят, «Леси, леси», а я, когда маленький был, я, я, черно-белый телевизор смотрел про собаку, вот, но собакам не показали, а потом один момент был, мне не понравился, вот эти американцы как снимают, вот так вот на экране Девит стоит, да, спиной, то ли с дочками, то ли с собаками, я не знаю, но я знаю, что они что-то там делают, а я же 3D очки надел, так оп, ну а не вижу, а сюда так оп, не вижу, да я садись, говорит, и тут момент, и Девит поворачивается, говорит, это говорит мое личное, вот, Мерикуллин, как личное, я тебе деньги платил, а ты ничего не платил, но так нельзя, мы тоже люди, да, вот, не знаю, потом этот, момент, пока они ковырялись, его щек сошел, вот, Нильсон, и Девит, как культурный, а мне не говорит, давай, говорит, сейчас немножко, говорит тебе, хамес и малю, говорит, тут цифрикуллин, нормально, говорит, она говорит, нет, он говорит, ну давай, говорит, нет, тут наш Миша тоже прибежал, говорит, булочки, мы хотя кури, мы хотя кури, давай, она говорит, не хочу, я не знаю, чем она мотивировала свой отказ, но если бы он армянский коньяк налил, она бы ему не отказалась, нет, потому что наш армянский коньяк первое место в мире занимает, ну, точно, да, вот, но мне сказали, что бюджета, деньги не хватило, и армянский коньяк не смогли купить, да, все на спецэкты ушло, и в этот момент я сижу и стал засыпать и голос еще такой, я засыпаю, я засыпаю, я падаю, я падаю, а проснулися с мамой, сакнули, вот девушка, тако красивый, черный, моля си, как бы наши деньги изнели на канал, и она вот так вот, висит, вот, 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 ноги тоже вот так, а я смотрю, не могу слышать, я высоты боюсь, я так, отвернулся, и имя у нее тоже хорошее, было, итальянский, как это, Марчелло Мастровьяни, я еще хотел свою дочку так назвать, Кастельянша, и я так отвернулся, не вижу стены, и уснул, а она уставший, ведь всю ночь капель делает, это капель тоже интересный, когда вот, наши армянские, вот так нормально ложится, как импортные, вот эта затирка, короче, вот, и я так уснул, уснул, так нормально, спнул, так хорошо, и в этот момент, ага, попались, ох, я так испугался, слушай, чуть очки свои, не смущали, чуть на кресло, что-то не сделали, а потом он говорит, это я тут забил свою злодейскую шапку, шапку, чуть имя свое не забил, но от страха, а это был Бонни, Бонни, санем, ай лов ю, между прочим, он дал очень хорошую песню, это Фредди Крюк, нет, Фредди Мекури, мама Джан, мама Джан, я итальянский не очень хорошо знаю, поэтому текст не помню, и еще один момент хороший, мне очень понравился, там вот эта кастеляша заходит, и что-то думает, и в этот момент тоже медсестра заходит, что-то думает, и говорит, и начинает его партиз, какие-то подарки, шмодарки, и тут кастелянша, как терминатор, поворачивается, говорит, слушай, уходи, говорит, как мама прошла, а то я, говорит, сейчас и убить смогу, я сейчас сел, думал, сейчас женский паевик начнется, но она его духом начала, он испугался, отвернулся, и пошел, и кастелянша, как наш мозгин, второй им крест сделали, и в этот момент, этот медсестра, как мама внулась, я так испугался, я потом узнал, эта девушка играла от заката до рассвета, точно, а я сидел, все ждал, когда приглашенные артисты будут, и не было, правда, один день бил, маразматика, и я так смотрю, так смотрю, о, это Роберт, глянусь Роберт, это Роберт Денирун, да, да, Роберт Денирун, я не знаю, может быть, конечно, это был Джим Керри, но мне кажется, это был Роберт, потому что, он по сцене даже не ходил, его миша на коляске возил, ну, денег не было, понятно, и ходить тоже смысла не было, потому что, да, да, потому что, раньше же, как кино снимали, вот, Рязанов, да, возьмет камеру поставить, кнопку нажал, камера там все снимает, он в уголок и так раз, и все, фильм готов, вот бюджетные деньги, вот на кармане, а сейчас уже нет, вот на эти спецэффекты, и все, деньги и ушли, да, но там еще, девять, молодец, красавчик, все на себе взял, пришел, говорит, в этом газете, говорит, я отец, говорит, да, вот, и мамаша его, когда пришел, говорит сейчас, дорогие гости, кофе с булочками, пойдем пить к нам домой, короче, настоящий, американский, хаппи-энд, вот, но главное, чтобы людям понравилось, потому, что если людям понравилось, это значит, реклама будет, все будет, мне даже сказали, что эти ребята, хотят, в театре, это все сделать, но, я, конечно, в кино больше не пойду, на 3D, я без всяких боюсь, а вот, в театре, обязательно, я даже, я даже, ацки взял, вот на карманы, на память, это все, это все, это все, это все,